Значит, у нас сегодня будет несколько заданий, не очень много, но такие. Значит, первое – это посчитать значение числа p, используя метод НТК. Значит, чтобы понять вообще, в чем прикол, почему вообще, как можно посчитать число p, достаточно подумать вот о чем. Допустим, что вот у вас есть некий квадратик, допустим, и у вас есть внутри него окружность. Будем считать, что это окружность. Допустим, мы понимаем, очевидно, на самом деле для всех подобного рода фигур, мы понимаем, что у квадратика, мы понимаем, что у него r квадрат будет площадь. А для круга мы понимаем, что в выражении для круга тоже должно быть r квадрат и какой-то коэффициент. Мы понимаем, что на самом деле это p, r квадрат, но нам это не особо важно, потому что у нас задача, собственно, посчитать значение вот этого числа. То есть, это число p, конечно. То есть, на самом деле, если мы просто возьмем и разделим площадь, площадь круга на площадь, мы должны, по идее, получить как раз-то наше число. Давайте мы, соответственно, это пробуйте сделать. То есть, нам на самом деле нужна задачка следующая. Не зная, как искать площадь окружности, площадь круга, как ее нужно найти, как ее найти методом rt-carver. Ну, единственная подсказка. Вы, конечно же, можете просто использовать модуль random. И в нем функция, собственно, random random. Она дает вам значение от 0 до 1. Но можно их при большом желании нормировать, чтобы это было от минус 1 до 1. Просто чтобы у вас центр был понятен, где находится окружность. Но можно их делать не так. Можно делать как-нибудь чуть-чуть иначе. Можно, если мы хотим, чтобы от 1 до 1, например, было просто... У нас... Давайте... Сейчас... Скажу... Значит, вот мы уси давайте отложим. Значит, только... Да, для квадрата, конечно, нам нужно... Я не буду взять сейчас. Значит, здесь у нас будет минус 1. Здесь у нас будет плюс 1. А здесь 1. Здесь тоже минус 1. Значит, и мы знаем, что у нас есть... Так, пардон. Я немножко вырос. Значит, у нас есть площадь круга. Ну да, и мы понимаем, значит, формулу мы понимаем, она будет именно такой. Единственное, у нас... Мы понимаем, что площадь квадрата все-таки у нас тут 2 радиуса. Поэтому получится... То есть, если мы это возведем, у нас получится... Там у нас будет 2 радиуса квадрата. Здесь 4 радиуса. 4х квадрат. Вот. Для окружности у нас, по-прежнему, пи-р квадрат. Вот. И мы, соответственно, можем... Ну, одно на другое разделить. У нас получится либо пи на 4, либо 4 на пи. Ну, и дальше легко, понятно, что можно просто посчитать, домножить полученное значение на 4, скажем, и получить ответ. Так. Вот. Хорошо. Значит, давайте попробуем это сделать. Но, пока я говорил, уже часть нагадалась приблизительно, как это можно сделать. Давайте начнем писать. Так. А, значит... Нам нужно генерировать точки, которые будут попадать в наш квадрат. Ну, как бы, давайте... Генпоинт сделаем фунгус. И она нам будет, на самом деле, возвращать координаты x и y. И мы их просто скажем. Пусть это у нас будет x, y. То есть одно и то же мы собираем. И возвращаем x, y. Можно проверить, что у нас действительно будут эти точки расположены в нужных нам пределах. Вот. Что нам еще нужно? Нам вот говорилось, что кроме того, что генерировать, мы можем проверять самоусловие... того, что... Пардон, забыл ключ с камерами, значит, проверять самоусловие того, что у нас точки находятся в окружности. Ну, хорошо, значит... Ну, как это проверить? У нас, соответственно, x... Да, ну, на самом деле, нужно еще более всего этого знать радиус окружности наш. Ну, он единичный. И у нас условие, собственно, почему мы это хотели поместить в центр с точки 0, 0. У нас просто получается, что у нас x в квадрате плюс y в квадрате возьмите, чем r в квадрате. Вот. Такое должно быть условие. Ну, можно меньше или равен, без разницы. Ведь мы считаем, что точки, которые лежат на окружности, они принадлежат, то есть, да, на окружности. Вот. Ну, дальше давайте сделаем просто... Пусть у нас будет нам simulation steps. У нас будет, скажем, 1 миллион. Дальше мы будем просто считать, сколько у нас точек попадает в окружность. Сейчас только... Здесь вот такой пневмон. Так, ну, хорошо. Значит, что нам нужно сделать? Нам нужно эту point, собственно, сгенерить. x и g. Сгенерили. И дальше просто, на самом деле, можно написать... Давайте, ладно, if. Керкл. x и g. Радиус у нас единичный. То. Керкл. Плюс равно 1. Так. Сейчас 7 steps. А, steps. Не та буква. Или она была. Вот мы это запустили. Она, на самом деле, быстро посчиталась. Давайте посмотрим, что у нас нет какой-то ошибки. Вдруг у нас точек... Хорошо. Ну, давайте теперь возьмем... Значит, нам нужно, чтобы у нас сверху было p, поэтому просто разделим на kernel, значит, на число... число наших степов. Потому что мы понимаем, что число точек, которые, в принципе, были, именно вот такое. Значит, на 78. Ну, и мы записали, что это будет... Что-то, на самом деле, π на 4. То есть, надо умножить на 4. Ну, все что-то похоже на реальный ответ. Можно, в принципе, запуститься просто больше и поставить симуляцию, например. Ставим, например, 100 миллионов. И посмотрим, как это будет работать. Ну, подождать можно. Ну, и пока можно подумать о второй задаче. Вторая задача менее, это нереальная. Она говорит нам о том, что... Вообще говоря, задачу о рюкзаке можно решить тоже методом динамического программирования. Просто она от этого не перестанет быть NP-полной. Она является NP-полной в своей формулировке. Правильной. Но, тем не менее. Значит, что мы сделаем? Значит, у нас есть... Напомню, на всякий случай формулировку задачи о рюкзаке. Значит, у нас есть рюкзак, вместимость UV. И у нас есть N предметов. Ну, в данном случае, 5. У нас для каждого предмета известна его стоимость. В плане того, сколько он в рюкзаке займет место. И стоимость в плане того, сколько от него, собственно, прибытку будет. От того, что мы его возьмем. Задача нам накидать в рюкзак предметов максимальной стоимости. Значит, если бы у нас эти предметы можно было как-то делить, то есть это были бы там слитки золота или сибра, то, на самом деле, эта задача решалась бы просто жадным алгоритмом, что мы берем и засовываем там... Как бы сначала берем золото, сколько можем, потом берем сибра, сколько можем и так далее. Но тут, к сожалению, так не получится. Эта задача является непополной. И нам нужно придумать просто какой-то алгоритм, в данном случае динамического программирования, который эту задачу будет решать. Вот, и для того, чтобы эту задачу решить, нужно понять, а в принципе, какая тут может быть динамика. Давайте мы для определенности... Ну вот, да. 3 и 14, то есть да, уже на π больше похоже число. Проверить, что... Насколько мы вообще ошибаемся. Ну вот, видно, что достаточно много симуляций провели. И, в принципе, до третьего знака мы определили число π. Есть более эффективные способы. Есть даже оценка как каждый способ, насколько он позволяет вам оценивать число π. Вот, так, вернемся к нашим рюкзакам. Значит, нам нужно понять, вот, как эту задачу сделать методами динамического программирования. Значит, там какой-нибудь p, vn. Как эту задачу решить? Значит, нужно почему-то сделать динамику. Динамику тут, на самом деле, не совсем очевидная. Хотя, опять же, если вы помните, как мы монеты разменивали, в принципе, можно догадаться. Значит, во-первых, понятно, что мы для каждого предмета можем взять или не взять. Вот. Ну, для определенности, опять же, мы можем считать, что, в принципе, у нас предметы в каком-то порядке идут, детерминированы. И мы можем просто сказать, что, зная, можем ли мы набрать, например, зная оптимальное решение для n-1 предмета, первых именно n-1 предмета, мы можем пытаться придумать решение и для остального. Но здесь, опять же, будет нюанс, который будет заключаться в том, что на самом деле вам нужно еще учитывать, что не обязательно то, что мы набрали без последнего предмета, оно является оптимальным по отношению к этой истории. То есть, может быть, так оказаться, вот что, на самом деле, какой стрелочке соответствует вот этой истории? Она соответствует тому, что от того, что мы взяли еще, добавили еще в то, что мы можем выбрать один предмет, ничего не поменялось. А как это происходит? Ну, у нас последний предмет, он был либо очень большим, и он просто не влез в рюкзак, либо он был там очень дешевым, например, и мы его просто не берем. То есть, у нас, по сути, вот эти два решения друг от друга не отличаются. Что может быть еще? А может быть, на самом деле, другая ситуация, что мы действительно вот на такую вместимость, вот здесь вот оптимальное решение включает наш предмет. Это означает, что все вот эти n-1 предмета, которые мы могли взять или не взять, оптимальное решение для вот этого числа, для этих первых предметов. Оно на самом деле бралось не для вместимости v, а для вместимости v минус вес v малое n-ого предмета. На самом деле, как ни странно, динамик очень... То есть, она не интуитивная поначалу, но когда вот мы ее расписали, она становится очень понятной. На самом деле, действительно, мы можем предмет брать или не брать. И все, у нас других вариантов нет. Вот. И на самом деле, единственное, что мы видим, что функция у нас меняется сразу по двум переменам, по сути. То есть, нам важно и v хранить, и то, для какого числа предметов. И предметов мы, собственно, это заполним. То есть, у нас будет динамика не с одним массивом, а с несколькими. Но давайте проверим на вот этой задаче, как это будет работать. Давайте просто попробуем построить табличку. Значит, мы сейчас сделаем табличку, пусть. Значит, там, 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 так, так. Значит, по этой оси мы будем откладывать значения v. Причем мы их, давайте, отложим все, которые могут быть. То есть, это 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ладно, я уже устал, пусть будет 6. Пусть у нас всего тут 6 пока вместимость. 6, приметов у нас 5. То есть, у нас получается вот такая вот табличка. Так. 6, а здесь, здесь у нас отмечается v, а здесь у нас отмечается n. Значит, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Вот. Ну и, думаю, здесь понятно, что, чему соответствует 0. То есть, это число предметов. Чему соответствует 0. Значит, когда вы, можно ли, ну, взять рюкзак, ничего нельзя засунуть, и в него ничего не положить. Ну, можно, да. То есть, теперь будет 0. То есть, вот суммарная стоимость предметов, которые мы наберем, будет 0. Точно так же, вот везде здесь будет тоже 0. Потому что, если у вас либо число предметов, которые можно взять, либо вместимость рюкзака 0, вы ничего с этим сделать не можете. Вот. А дальше начинается интересно. Дальше вы начинаете пытаться все-таки что-то впихать. Значит. Вот у нас 5 предметов. И вот у нас наши разные вместимости. Посмотрим. Значит, для нулевой вместимости мы, да, мы уже знаем, тут везде ответ 0. Или так. Вот он. Тут 0, и здесь 0. Хорошо. Идем дальше. Значит, у нас, нам нужно понять, вот, значение нашей функции P. Вот 1, 1. Значит, на самом деле, ну, вопрос, как бы, мы просто берем первый предмет, можем ли мы вообще в рюкзак положить вопрос. Мы видим, что ответа нет. Как бы, на самом деле, мы его, в принципе, положить не можем. Поэтому получается, что вот для этой ячейки будет ответ 0. Можно пойти дальше, в принципе. То есть, можно ли положить... А, нет, да. Можно ли поместить в рюкзак вместимостью 1 наш первый предмет? Нет, нельзя, потому что у него вес минимальный 3. И для двойки будет такой же ответ, потому что у нас, опять же, нельзя вес, примет весом 3 засунуть в рюкзак вместимостью меньше. А дальше мы вот видим такую замечательную вещь, что у нас рюкзак вместимостью 3, и мы в него хотим положить один предмет, самый первый предмет. Самый первый предмет, у него вес действительно 3, поэтому мы можем его положить, а цена у всего этого будет единичка. Ну, что поделаешь. Действительно, да, мы можем взять первый предмет и положить его. Хорошо, давайте пойдем дальше. Значит, 4. Он тоже 1. Ну, на самом деле, здесь везде будет единичка. Понятно, почему? Потому что мы этот предмет, в принципе... Ну, то есть, у нас один предмет, мы его не можем взять два раза. Такой вот нюанс. Хорошо. Теперь у нас два предмета первых, то есть, это вот эти вот два. Давайте посмотрим. Значит, опять же, как мы можем получить P от, в данном случае, вестимость 1, 2. Ну, мы можем либо взять предмет, ничего не менять, тогда стоимость будет 0, либо мы можем поменять действительно и стоя. То есть, мы можем... То есть, у нас либо будет тот же самый ответ, что для 1, 1. То есть, мы пойдем отсюда. Либо ответ будет тот же самый, что если бы мы вычисли из вот этой истории вместимость... То есть, это будет P от единицы. То есть, мы выбирали только из одного предмета. Но мы должны из вместимости из единички вычесть вес нашего текущего предмета, потому что нам нужно его положить, это будет 4. И прибавить, так мы его кладем, прибавить его стоимость. Вот, и все было бы классно, но у нас нету такого значения, как минус 3. У нас не может быть отрицательной вместимости в рюкзаке. Мы не можем там из него что-то еще вырвать. Поэтому, на самом деле, у нас вариант только остается вот этот, а этот вариант мы не можем даже рассматривать, по сути. Поэтому 0. Ну, идем дальше. Значит, мы можем точно так же вот здесь посмотреть. Значит, P от 2.2. Ну, на самом деле, рассуждая точность аналогично, мы получим, что и здесь будет 0, просто потому что мы ничего с этим... То есть, нам некуда класть. Вот, теперь у нас первая история, когда хотя бы... На самом деле, нет, здесь мы тоже не можем положить, потому что у нас вес предмета, ну, сколько он занимает в рюкзаке, 4. Поэтому здесь тоже мы будем брать только отсюда, но здесь хотя бы уже не нолик, здесь единичек. Потому что единичку мы взяли, идем дальше. Значит, здесь мы можем брать отсюда, и внезапно мы можем брать такие откуда-то сверху. Давайте посмотрим просто откуда. Здесь мы там откуда-то, если отсюда не могли взять. Значит, у нас первый раз, когда у нас, значит, что у нас, значит, P1, значит, P2, значит, два предмета, но вместимость у нас 4. Значит, как мы можем получить эту историю? Мы можем взять вместимость 4, и, то есть, мы можем взять первый предмет только, а второй и ничего с ним не делать, просто взять решение, которое у нас уже есть. Либо мы можем попытаться взять второй предмет. А это внезапно действительно выгодно, и это уже возможно, потому что тогда мы должны посмотреть, а что у нас нам дает решение для рюкзака вместимостью 0, куда мы берем только до первого предмета предметы. плюс мы добавим стоимость нашего предмета, это 6. И это внезапно действительно существует, это равно 6. То есть, на самом деле, это выгодно. То есть, действительно, мы берем вот этот замечательный предмет и говорим, что да, 6. Ну, дальше можно продолжать, но, в принципе, да. Понятно, что больше мы ничего набрать не можем. То, что у нас суммарно вместимость рюкзака, к сожалению, не позволяет нам взять оба предмета, потому что они в сумме весят 7, здесь просто нет такого числа. Так, ну, аналогично давайте заполним третий столбик. Значит, что у нас в третьем? Значит, мы можем теперь взять три предмета разных с весом 5. Значит, здесь по-прежнему нолики, потому что у нас вес еще больше стал. Чтобы брать, в принципе, невозможно. Значит, нолик, нолик. А здесь мы можем взять, наконец-то, единичку. Здесь мы внезапно на четверке тоже можем взять шестерку. Вот, теперь вопрос здесь. Мы можем, в принципе, опять же, мы можем... Значит, давайте я вот это... Значит, нам нужно посчитать значение функции. П, вот, 5, 3. Значит, у нас оба значения, в принципе, существуют. То есть у нас мы можем остановиться, остаться при своих. То есть мы берем значение П, 5, 2. Либо мы берем значение 0, 2. Да, 0, 2. Давайте посмотрим. Значит, можем ли мы взять... Ну, да, и 0, 2, и добавляем еще стоимость нашего предмета на 4. Значит, 0, 2. Давайте, 0, 2. Ну, все, конечно, прикольно. Ну, это нам дает стоимость итоговую 4 всего лишь. Вот, а отсюда у нас 6, 6. Ну, поэтому мы оставляем шестерку. То есть мы этот предмет не берем. То есть третий предмет нам брать невыгодно. Ну, и очевидно, что для вместимости 6 будет то же самое, просто потому что... А, хотя нет. Нет, да. Все будет так же, потому что у нас просто нечего больше брать. У нас на самом деле из всех этих предметов мы всегда можем взять только один пока же. Ну, и... Сбегая, на самом деле, вперед, можно просто посмотреть здесь, что веса дальше только увеличиваются в метр. И по этой причине вы ничего с этим сделать уже не сможете. То есть вы не можете дальше... Тут можно досрочно оборвать вычисления, потому что последующие веса еще больше. И они даже больше вместимости рюкзака. То есть вы, в принципе, эти предметы взять не можете. Ну, вот таким образом мы вот эту табличку можем посчитать. И у нас, значит, ответ будет... То набрать можно вещей стоимость... На стоимость 6. Вот. А, сейчас. Более того, мы можем определить, откуда мы пришли. Ну, мы можем либо запомнить, откуда мы пришли, либо можно это рекурсивно определять. Но, на самом деле, мы просто понимаем, что мы взяли второй предмет только. Так, хорошо. Значит, с этим понятно, я думаю. Давайте теперь мы эту историю попытаемся записать уже в виде какого-то решения. Сначала мы это сделаем для вот этого, равное 6 и 5. А потом мы уже проверим себя на большем. Значит, нам просто... Какая вместимость? Мы не будем сейчас детектировать именно, какие предметы мы взяли. Значит, на самом деле, первое, что нужно завести, это матрица вот этого динамического программирования. Значит, это будет, по сути... Можно быть... Ну, можно сделать так. Сейчас. Лучше ничего не будет. Значит, нам нужно для каждого веса это сделать и для каждого толпца. Значит, мы хотим, чтобы у нас по этому шли предметы. Поэтому вот так вот. О, G, M, M. Посмотрим. Ладно, давайте не будем извращаться. Давайте просто используем numpy. 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 6.5. 6.5.6. Какая у нас будет матрица? Проверим. Ну да. Предка канавлировалась. Только, да, нужно сюда поставить все-таки наши переменные, чтобы у нас, если что, не падало. Значит, N и V. Так, ну и... А, ну и тут, да, тут как раз-то легче так, чтобы оно отображалось. У нас по этой столпце шла вместимость. Вот так вот сделаем. Значит, теперь мы начинаем. Собственно, у нас вот эти нули правильные, которые здесь проставлены, и вот здесь проставлены. А теперь мы начинаем. Значит, forE in range от числа предметов, то есть от N. Ну и начиная с единички. Мы хотим хотя бы один предмет взять. И, значит, нам нужно N плюс 1 сделать. Значит, ну, либо нам придется потом индекс. Ну, короче, нам и так, и так придется индекс немножко менять. Значит, нам нужно посчитать вот, значит, для каждой вместимости. То есть, forE in range от, опять же, единички до V плюс 1. Мы должны для каждой вместимости посчитать, а можем ли мы скушать то, что нам дали. Ну, давайте, значит, forG. Значит, нам нужно посчитать значение, по сути, в матрице IG. Значит, из чего оно будет определяться? Ну, как мы с вами уже говорили, мы можем либо забить на то, что нам дали новый предмет. То есть, взять значение i-1g. Ну, просто потому, что нам этот предмет не нравится. Либо, либо. Мы будем выбирать максимум. Из двух значений. Из вот этого значения. И между вот таким элементом. То есть, матрица. Мы действительно, мы хотим взять этот элемент. Проблема в том, что... Так, только сейчас, секунду. Что у нас ось? 6, 5. Значит, невместимость. Тут надо вот это читать. Сейчас, пардон. Так, еще. Ну, да, потому что я это развернул. Оно должно вот так быть. j, i. j, i. Здесь то же самое. j, i, но минус 1. И мы должны, соответственно, допустим, мы хотим взять этот предмет. То есть, это будет все равно j, потому что мы получаем это из предыдущих вместимостей. Но мы должны из предыдущего числа предметов. Но мы должны из i... Так, да что ж такое? Сейчас, пардон. Так, вот здесь, например, все. Вот единичку вычитаем. А вот здесь мы изместимости вычитаем. Пардон, я... Пардон, я запутался. Сейчас. Значит, i у нас проходят предметы. И предметы у нас стоят на этом месте. Да, все правильно. Вот, значит, здесь минус 1 было. Правильно. А здесь у нас вначале идет вместимость. И мы хотим тоже i минус 1, потому что меньше предметов. Но, кроме того, мы хотим еще вычесть вес нашего текущего предмета. То есть, это v от i. Вот, единственный нюанс, что у нас сбито немножко нумерация. Потому что у нас первый предмет, он по нашей нумерации будет первым. А по нумерации питона он будет нулевым. Поэтому мы должны еще, кроме всего этого замечательного действия, вот здесь делать минус 1. Так. Давайте посмотрим. Ну и закончим вот так. Давайте попробуем это запустить. Так. Только здесь мы еще должны... Значит, мы взяли этот предмет. Мы освободили под него место. И теперь мы должны, собственно, добавить его стоимость. Это будет p от i. От i минус 1. Давайте посмотрим. Да, я все-таки сказал, что она где-то... Где-то... Так. 6j здесь правильно. Здесь правильно. Так. А, ну потому что, да, потому что матрица-то тоже сейчас сбитая. Значит, нужно еще везде делать... Хочу вычитать минус единичку. Ладно. Все. Сейчас. Неудобно. Неудобно я выбрал эту минерацию. Давайте мы все-таки в стандартном питоне. Нет, потому что у меня сейчас... Вот так. Значит, от нуля до v. Значит, пусть у нас нулевые. И, значит... А, ну нет, тогда... Так, ладно. Сейчас будем так подбирать. Так. Значит, нам нужно действительно все... Нет, тут все правильно. Значит, да. И нам нужно матрицу сделать просто больше. Значит, у нас там действительно нули в явном виде должны учитываться. Так, ну посмотрим. Так. Индекс минус 8. Где-то здесь случайно вычитается слишком... А, ну да, собственно, мы должны учитывать, что вот эта история может не работать. Просто банально. То есть у нас может не быть такой записи таблиц. То есть мы либо... Значит, нам нужно проверять. Значит, если эта штука больше либо равна нулю, то мы имеем право вот на такую операцию. А иначе мы обязаны просто взять предыдущее значение, потому что у нас текущий предмет просто не помещается. Ну, давайте пробуем это запустить. Посмотрим, какие у нас получатся значения. Получатся ли они похожи именно на то, что мы до этого напридумывали себе. Значит, да, похоже. То есть действительно, пока у нас вместимость нулевая, единичка и двойка, мы ничего не можем сделать. Когда мы берем только один предмет, у нас, по сути, будет стоимость только один, а потом она у нас становится 6. Вот. Ну и, собственно, мы видим ответ 6. Давайте теперь попробуем эту штуку запустить для вместимости 13. Запустим для вместимости 13. Вот. И мы видим, что... Так. У нас где-то здесь есть большой нюанс, потому что мы явно... Сейчас, секунду. Берем, видимо, не из той ячейки. Очевидно, что когда мы добавили еще один предмет, у нас должно было просто... Просто сдвинуться... Продон, да, тут из вместимости не надо ничего вычитать, конечно же. Где-то вместимость еще осталась. Можно вместить. Да, в курсе. Из вместимости мы ничего... Но тут не вычитаем. Так. Проверим. Во. Да. Вот теперь это похоже на правду. Вот. Теперь мы можем на самом деле попытаться восстановить даже какие предметы мы брали, не записывая вот массива родителей. То, что мы с вами делали, на самом деле, на одной из предыдущих занятий. Восстанавливать решение, получив динамическим программированием. Если у вас есть вся матрица динамического программирования, можно несколько проще, чем вот хранить родителей. Значит, вот у нас есть число 13. Мы явно видим, что это число такое же, как то, что стоит справа. Вот слева. То есть вот это вот. Значит, вот оно. Теперь мы... Значит, поэтому мы последний элемент, вот этот n, ты, не брали. Как минимум одно из решений, которое является правильным, оно не берет последний элемент n, ты. В данном случае у нас было 5 элементов, поэтому пятый элемент оно не берет. Теперь смотрим дальше. Вот здесь есть отличие. Значит, этот элемент последний действительно брался. Предпоследний действительно брался. Посмотрим на его вес. Это 8. Значит, его вес 8. Значит, нам нужно перейти в ячейку. Значит, во-первых, мы говорим, что этот предмет мы действительно брали. Это true. И нам надо перейти в ячейку, которая соответствует вместимости... Максимальная вместимость, то есть 13 минус 8. То есть ячейку соответствует вместимости 5. Это 0, 1, 2, 3, 4, 5. Вот она наша ячейка. Вот, значит, мы брали отсюда. Можно проверить, что 6... Пардон, не вместимость. Пардон. Не, нам нужно вычесть стоимость предмета, но она у нас сколько? Стоимость предмета 7, да? 7. Значит, надо из 13... А, нет, 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 все правильно. Да-да-да. Значит, все правильно. Да, мы должны действительно были... Ввестимость 8, и мы можем найти это число просто. Так, сейчас, пардон. Еще раз. Значит, 5. 5. Вот она. Вот, и можно действительно проверить. Вот что можно проверить, что действительно у нас стоимость должна быть... Увеличиться от такой операции на 7. Она действительно увеличилась. Все отлично. То есть, мы заодно проверили, что мы правильно взяли, что мы правильно оттрекали. Значит, теперь третий. Брали ли мы третий предмет? Мы видим, что мы его не брали. Потому что у нас опять же вот то, что ячейка, которая слева, она такая же. Значит, мы его не берем. Теперь мы видим, что второй предмет мы на самом деле брали явно, потому что у нас отличается. То, что тут и тут. Значит, ну и второй предмет. Значит, у него... Значит, это соответствует... У нас осталась вместимость... Партон. Я слетел на одну вот эту. Мы здесь находимся. У нас вместимость рюкзака 5. Значит, надо из вместимости рюкзака 5 вычесть вместимость... Сколько у нас второй предмет занимает? У нас второй предмет занимает 4. То есть мы должны прыгнуть на вместимость рюкзака 1. А мы помним, еще потому, когда мы расписывали просто табличку, что для вместимости рюкзака 1 у нас везде нули. То есть тут можно даже не высчитывать точно, куда мы прыгнем. На самом деле вот сюда. Значит, мы сюда прыгнули. Значит, этот предмет мы действительно взяли. Действительно, у него стоимость 6. А вот первый предмет мы не могли взять, потому что у нас просто вместимость рюкзака 1, мы его точно не брали. Ну и тут можно это увидеть, потому что у нас, опять же, вот ячейка слева, она такая же по значению, как ячейка справа. Вот, значит, мы получили наше оптимальное решение за счет того, что взяли второй и четвертый элементы. Давайте это проверим. Да, действительно. Второй и четвертый элементы, они в сумме занимают 12 места в рюкзаке и при этом дают стоимость 13. Вот, то есть мы эту задачу решили. Вот, так. Ну и следующая задачка, мы переходим к ней. Она демонстрационная больше. Я ее, что у нас там в интернете, представляю, оглючил, я ее сделал демонстрационной. Значит, скопировал решение. Значит, при помощи генетического алгоритма определите загаданную строку. Значит, как мы будем действовать? Значит, у нас есть некое слово, ну это может быть просто hello. И вот, допустим, мы его загадали, ну кто-то его загадал, а мы должны его определить. Значит, как мы будем делать? Во-первых, у нас должна быть функция, которая оценивает похожесть того, что мы рассказали там, допустим, раз, два, три, четыре, пять на то, что вот здесь было. Ну, допустим, у нас просто пять буквок у x. Тогда получается, что у нас ошибка наша шесть. То есть у нас на самом деле тут будет отрицательный, по сути, фитнес. Мы можем это на минус один домножать. Значит, мы говорим, да, действительно, что у нас очень не похоже. Вот то, что та строка, которую мы предложили на вход, она сильно отличается. Вот за это у нас отличает фитнес, который тут в данном случае имеет, наоборот, обратное значение. То есть это, наоборот, насколько мы сильно ошибаемся. Дальше у нас что остается? Значит, нам нужно уметь генерировать, собственно, наши изначальные предположения. А для этого нам нужно, на самом деле, знать размер строки, которую мы угадываем. Либо весь, либо максимальный, но должны. Ну, допустим, мы знаем размер этой строки. И что мы делаем? Мы просто берем и из списка... Ну, тут можно, на самом деле, было это вынести наверх. Просто из списка выбираем из пунктуации символов ASCII и печатных пробела. Мы случайным образом выбираем наше значение. Опять же, здесь это можно сделать проще сильно. Я просто скопил старое решение. Тут можно просто по npChoices и дальше сделать join. Мы на самом деле можем упростить. Посмотрим, как себя ведет. Пусть будет сайз. Сайз августом. Сайз. Вот. Ну, это нужно сделать, поэтому join. И получаем таким образом вот кучу вот этих животных, которые, на самом деле, в данном случае, это просто строки. Что мы делаем дальше? Дальше мы берем и нам нужна функция мутация. Мы просто берем и в мутированном животном просто меняем буковку. И, кроме этого, нам нужно научиться скрещивать животных. Ну, допустим, мы будем считать, что у нас при скрещивании получается всегда два потомка. Мы по какой-то парандомной позиции взяли начало первой строки, конец второй сложили и наоборот. Вот. Мы таким образом запускаем генетический... Ну, и дальше у нас, собственно, основная функция, которая будет делать генетический алгоритм. Значит, мы делаем изначальную популяцию. И дальше какое-то число шагов. Число generations. Что мы делаем? Мы берем в каждой популяции животное, оцениваем у него хитнес. И дальше мы делаем некое сэмплирование. Сейчас увидим, как оно делается. Значит, выбираем двух животных и их детей. Как-то скрещиваем. И дальше популяцию мы добавляем их детей, но с какими-то возможными мутациями. Ну, вот мы сделали такой вот почти чистый, как это работает в революции, в очень простом представлении. У нас тут родители не выживают. Они... Всегда мы их скрещиваем и мутируем еще вдобавок. Вот. Это, на самом деле, возможно, нас будет иногда выбивать из локального минимума, но вот так вот захотелось сделать. Значит, давайте разберемся с резервуаром сэмплингом. Что мы делаем? Мы просто берем и выбираем двух родителей. Мы их не отбираем отдельно. Это было бы жесткий критерий. А мы просто... Каждый человек... Ну, каждая строка может поучаствовать в размножении с вероятностью пропорциональной ее фитнесу. Да. А, пардон, да, мы считаем число совпадших символов, поэтому фитнес у нас правильный. Я тут, да. Вот поэтому фитнес у нас прямой. То есть мы выбираем то, у чего фитнес самый большой. Значит, мы это делаем. И вот таким образом у нас... Ну, то есть просто мы берем и получаем новые строки. Давайте это запустим. Ну, вот я это уже запустил, на самом деле. Но можно там придумать какое-то другое слово. Там hello. Hello, Walter. Hello, John. Смотреть, например, вот такая какая-нибудь. Не помню, как там было точно. Так. Ну, вот. Relatives contain none. Это у нас что-то... У нас вначале... А, вначале у нас просто... У нас не получилось попасть ни в одну букву. И поэтому у нас вот происходит такая ошибка. Потому что у нас тут вероятности, на самом деле, от фитнеса зависит. Ну, давайте, если фитнес равен нулю, то есть мы ничего не угадали, мы все-таки небольшой фитнес дадим, то это будет там 0,01. Вот в этом случае у нас такой ошибки не должно происходить, да? Вот мы это запускаем и ждем какое-то время, получится ли у нас действительно сделать новую строчку. Опять же, тут вот в чем прикол генетических алгоритмов, что это тоже генетический алгоритм. Это отличается немножко от того, что я показывал на лекции, но это похожая штука. Мы, в принципе, могли что сделать? Мы могли, во-первых, добавлять родителей. И каждый раз, на каждом шаге делать просто жесткий отбор еще. Допустим, мы действительно, каждый имеет право размножиться. Мы их всех сложили в одно место, и детей полученных, и родителей. Дальше отсортировали по фитнесу и просто выбрали какой-то их там топ-100. А потом еще это, допустим, мутировали, тоже выбрали топ-100. Это можно очень по-разному делать, но и на самом деле в зависимости от этих решений у вас будет сходимость очень разная от генетического алгоритма. Но вот в данном случае, на самом деле, не очень хороший момент заключается в том, что мы мутацию делаем в любом случае. Это не очень хорошо. То есть у нас просто всегда будут в какой-то момент возникать мутации, и при этом мы немутированных особей не оставляем. Поэтому у нас получится, что мы... Ну, в данном случае у нас не сошлось, например. То есть не хватило. Возможно, если мы будем добавлять родителей, у нас это будет нормально сходить. Ну и плюс строчка, на самом деле, достаточно большая. А тут генетические алгоритмы, они, к сожалению, не очень оптимальны в этом плане. Можем на маленьком посмотреть. На маленьком оно, по идее, сойдет. Тут не очень много перебирать. Подождем еще. Не хочет. На Hello World, кстати, сошлось. Видимо, из-за того, что вот эти ненулевые фитнесы, они все-таки, в данном случае, играют плохую роль. Давайте еще запустим. Ну и пока попытаемся просто это немножечко модифицировать, чтобы оно, например, не затирало тех родителей, которые получились удачными. Тут у нас есть вот эти, то есть назовем это, например, New Population. И действительно, пусть у нас там дети всегда... Ну да. Вот это прекрасно. Значит, пусть у нас действительно дети всегда мутируют, но мы будем к исходной популяции. Значит, New Population. Будем, значит, плюс равно популяции. Можно даже не так, может, популяйшен. А ну, давайте New Population. Дальше мы делаем Population. Сортируем ее, собственно, поле. По фитнесу. Ну вот мы фитнес не сохранили. Ну, бог с ним. Пилейшн фитнес. Мы, значит, сортируем кей. Ну, лямбда. Икс. Фитнес. Вот, икс. Сортировали, да. Ну, и сделаем это отрицательно, значит, чтобы у нас... Сейчас... Сендим. Сейчас, поддон. Так. А, сорти. Посмотрим. Значит, reverse false. Reverse что поставим? Ну то. И возьмем в популяцию... Возьмем в нее только часть особи. Population. Вот. Значит, PopSize. Ну, вот у нас PopSize не очень большой, тут видно. Потому, собственно, у нас... Оно и не находило ничего хорошего. Ни одна буква не угадывалась. Так. Фитнес. А, собственно, да. Для фитнеса нужна строка, которую мы хотим угадать. Давайте запустим. Вот. Оно теперь чуть-чуть дольше будет работать. Но, возможно, более устойчиво. Посмотрим. Опять же, можно очень много тут играться. Можно, повторюсь, сделать больше размер популяции. Можно мутации сделать меньше. Плюс тут, на самом деле, очень сильный мутационный рейт. Мы видим, что мы для каждой строчки, для каждой буковки в животном, мы с какой-то вероятностью меняем эту буковку. Это очень большой mutation rate. Возможно, его нужно сделать поменьше. Вот. Мы видим уже, что лучше сходится. Вот. Можно mutation rate, на самом деле, сделать чуть-чуть поменьше. Потому что, кажется, он великоват. Этим мутационный рейт сделаем 0, скажем, 1. Пуп сайз мы сделаем 100. И попробуем все-таки hello. Hello. Он не джон, конечно, был. И попробуем вот такую строчку восстановить. Так. Mutation. On mute rate. Давайте запустим это. Ждем. Оно еще будет долго так работать. Ладно. Я понял. Ну, давайте population size 10. Останавливаем, бог с ним. Так мы просто очень-очень долго будем ждать. Вот. Сойдет самая линия. Подождем одну минутку. Вот. Значит, если есть какие-то вопросы, задавайте в чате. Сюда я вижу, что в связи с Новым годом все, видимо, записи будут смотреть. Значит, что еще можно почитать по вот этим приближенным алгоритмам? То, что я не рассказал. На самом деле есть очень интересная история, которая называется... Бэктрекинг. Значит, зачем это? Значит, вы можете про нее почитать. Это, на самом деле, очень похоже на то, что мы говорили про вот этот метод ветвей границ. Ну, единственная, как бы разница состоит в том, что... Ну, на самом деле... Нет, на самом деле... Ну, почти то же самое, да. То есть, это, на самом деле, тоже умный перебор. И он заключается в том, что у вас иногда решение просто сразу... То есть, вы либо просто перебираете все возможные решения, и как только... Ну, либо просто перебирать будете все возможные решения, просто если... Как только поняли, что решение не работает, это могло появиться только в конце этой истории, то вы просто попытаетесь попробовать другой вариант. Ну, то есть, по сути, бренчинбаунда. Ну, единственное, как бы, в чем разница с бренчинбаундом будет? В том, что у вас здесь нет задачи найти, там, наилучшее решение. У вас есть задача найти, в принципе, решение. Вот. Ну, не, не, не. Для маленьких, для маленьких, оно еще работает, для больших, конечно. Ну, нужно больше популяции, дольше это работает. Как вы видите, в принципе, что... Кинетический логин, конечно, это не очень надежная вещь. Ну, действительно, то есть, у вас здесь, когда вы используете их докинги, там делается 100 запусков. Дай бог, один из них будет хорошим. Вот. Так вот, возвращаясь к бэктрекингу, это очень полезная история, потому что она позволяет решать такие задачи, которые, на самом деле, вот как их, в принципе, даже придумать, решить, очень сложно. У меня есть задачка такая о восьми ферзях, то есть... Восемь ферзей. И расставьте восемь ферзей таким образом... Ну, на шахматной доске таким образом, чтобы они не били друг друга. Ну, то есть, чтобы они друг другу не мешали, и ни один ферзь не мог взять второй. Значит, ну, и, соответственно, у этой задачки есть всякие модификации. Может быть, N ферзей, может быть, N ферзей, но на доске, скажем, K на M. То есть, доска не того же размера, что число ферзей, и, более того, она не того... Более того, там, она не квадратная. Вот, это немножко меняет решение. Но, на самом деле, все эти варианты, они решаются обычным бэхтрекингом, причем они, если это как-то не пытаться сильно оптимизировать, решаются одним и тем же кодом, по сути. Вот, то есть вам... По сути, нужно будет просто... Вы сначала ставите первого ферзя, потом второго проверяете. Вот, то, куда вы поставили второго ферзя, это вообще возможно. Потом поставите третьего и так далее, и так далее. Вот, и таким образом вы просто будете отсеивать варианты. И очевидно, что вы в худшем случае для подобного рода задач можете перебрать вообще там все варианты расстановки ферзей. На самом деле, конечно, нет. То, что у вас очень часто будет возникать просто ситуация, что вы поставили двух ферзей так, что они уже будут друг друга. Вот, и получается, что с одной стороны, это все равно экспоненциальное время, поэтому там, понятно, что задачки на это, они скажут, там поле больше, чем 15 на 15, ну, не проверяют у вас. А с другой стороны, работает это действительно в разы быстрее, чем... В разы лучше, чем просто банальный перебор. Все равно перебор, но такой. Вот, и на самом деле, кроме, собственно, восьми ферзей, есть еще одна история. Вот то, что по НП-задач, потому что с ферзями не очевидно, что это там НП-задач или какая-то еще, а просто судоку. То есть судоку-салвер. То есть, когда у вас есть судоку, на самом деле, решить судоку на произвольном поле, там, Н на Н, с Н разными знаками, является НП-полной задачей. То есть, решение судоку, типа, разрешимо ли оно, в принципе, это, наверное, полная задача. Ну, и проставить клетки – это тоже, как бы, задача, которая требует перебора. И, опять же, если вы будете использовать бэктрекинг, у вас эта задачка будет решаться для разумных размеров полей сравнительно за быстрое время. Так, ну, ладно, мы, на самом деле, ждать еще три минуты, наверное, мы не будем. Как это досчитается. Все-таки поверим, что, скорее всего, она действительно найдет решение. Но вот тут важно понимать, что, опять же, вот, смотрите, типа, когда я не поменял, не делал, то есть, если строка полностью не совпадала, у меня фитнес был вообще нулевым, у меня программа работала там хорошо, но для очень маленьких строчек, когда я мог хотя бы одну букву сразу угадать. А когда я поменял это, у меня это сразу пошло в разнос, но, с другой стороны, я хотя бы на больших строках у меня стало получше. Ну, то есть, хоть как-то это работает. Ну, и, опять же, генетический алгоритм еще хорош тем, что, в принципе, его можно распараллеливать и так далее. Тогда это работает просто быстрее. Ну, и плюс надо учитывать, что общая неоптимальность кода тоже ее стоит учить. Ну, как бы она, конечно, нам мешает. И плюс обычно такие алгоритмы, конечно, пишут в ностях и прочее. Так, на этом мы закончим. Всем спасибо за внимание. Я надеюсь, что у вас не возникнет вопросов, когда вы будете смотреть эту запись. Если они возникнут, вы feel free to ask в чате. Так, все, удачи. Так, это мы заканчиваем. Так, все, удачи. Так, все, удачи.